Обвиняемый в получении взятки на 1 миллиард рублей за министра обороны, Тимур Иванов живет с бывшей телеведущей и советницей своего начальника главы Минобороны Сергея Шойгу Марии Китаевой. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Иванова Мурат Мусаев. Кто такая Китаева и что о ней известно в материале RTVI. По словам адвоката, когда 8 мая рассматривалась апелляция на арест за министра обороны, Мосгорсуд хотел допросить Китаеву о взятом в ипотеку особняке на Рублевском шоссе, куда защита предложила отправить Иванова под домашний арест вместо СИЗО. Следите за развитием событий в нашем телеграм-канале. Ведут общее хозяйство с Марией Китаевой, живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает Иванов, в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово, рассказал адвокат, попучица Путина. Марии Китаевой 40 лет, она родилась в Бельгии в семье советских дипломатов, в детстве с семьей переехала в Москву. Поступив в МГИМО, она учредила фонд ФОМА-центр вместе с преподавателем кафедры международной журналистики Владимиром Легойдой, который сейчас возглавляет синодальный отдел по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ. На средства фонда издается журнал ФОМА, главредом которого является Легойда. С 2006 года Китаева работала журналистом и ведущей на телеканалах «Столица и звезда», потом вела «Вести 24» на ВГТРК. В сентябре 2010 года она сопровождала премьер-министра Владимира Путина в его поездке на ладико линии щиты в Хабаровск «Правда». Не всю дорогу, а на одном из участков пути. В декабре того же года Китаева выступила в роли соведущей программы «Разговор» с Владимиром Путиным. Продолжение. Советница Шойгу. Китаева вела репортажи из Сирии, Туниса и Ливии и участвовала в создании документальных фильмов о работе МЧС, которым тогда руководил Сергей Шойгу. Когда в 2012 году он был назначен губернатором Московской области, Китаева стала его советницей по информационным вопросам. Через несколько месяцев, в ноябре 2012 года, Шойгу занял пост министра обороны, оставленный Анатолием Сердюковым на волне коррупционного скандала. Китаева последовала в оборонное ведомство за своим начальником, вновь став его советником. Она говорила, что информационными вопросами уже не занимается, но и новые полномочия не называла, а на сайте министерства ее имя не упоминается ни разу. Примерно через год после назначения 30-летняя Китаева получила чин, действительного государственного советника третьего класса, равноценный воинскому званию генерал-майора. Она также имеет медали за трудовую доблесть и за возвращение Крыма. Из Минобороны Китаева ушла в 2017 году в декретный отпуск. Жена за министра обороны. О первом замужестве Китаевой стало известно еще в 2008 году из журнала «Фома», на обложке которого было опубликовано фото с ее венчания с Алексеем Тузовым. Жених на тот момент руководил в ГУП «Дорожная инфраструктура и сервис», но сейчас СМИ называют его независимым автоэкспертом. У пары родились трое детей, две дочери и сын. В 2020 году медиазона «Звездочка» заявила, что Китаева является женой за министра обороны Юрия Садовенко. В подтверждения приводились их декларации о доходах за 2014, 2016 и 2018 годы, где оба упоминали рождение детей, и данные о площади квартир тоже совпадали. Кроме того, по госномерам черного Mercedes-Benz, на котором Китаеву сфотографировали развозящие, продукты для акции «Мы вместе», журналисты выяснили, что автомобиль зарегистрирован на Садовенко и указан в его декларации. В 2016 году Китаева сообщала в Instagram «звездочка» о рождении дочери и называла ее отчество Юрьевна. В 2018 году там же появилось фото торта с надписью «Александру — два месяца». В комментарии мать Китаевой поздравляла ее и Александра Юрьевича. СМИ называли генерал-полковника Садовенко одним из ближайших соратников Шойгу, сопровождавшим его при переходе с должности на должность около 20 лет подряд. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, 4 года служил в армии, потом перешел в МЧС, в 2022 году стал помощником министра, в 2007 возглавил его аппарат, в 2012 году аппарат Шойгу на посту губернатора Московской области, а в начале 2013 года был назначен заместителем министра обороны. Жена другого за министра обороны. О том, что Китаева вероятно вышла замуж за другого зама Шойгу Тимура Иванова, в 2023 году заявили сторонники оппозиционера Алексея Навального. Они проанализировали фото в инстаграм «звездочка-звездочка» Китаевой и на одном из снимков заметили обручальное кольцо на ее руке. В апреле 2024 года, после задержания Иванова коммерсант, в статье о нем назвал Китаева его третьей женой. Родной брат Марии Денис Китаев, владелец компании Vesper, девелопера в сфере элитной недвижимости, указывало издание. Компания Vesper в частности строила дом Чехов, у московского сада Эрмитаж, дом Волгаков в Большом Казихинском переулке и элитный жилой комплекс Cloud9 на месте бывших цехов 439-й Центральной экспериментальной военно-картографической фабрики, приватизированной при Сердюкове и выкупленной Министерством обороны обратно при Шойгу, богатейший и заслуженный, что известно о заминистра обороны Тимуре Иванове. В мае 2022 года Мария Китаева была внесена в санкционный список Канады за соучастие в выборе президента Путина начать боевые действия на Украине, а в октябре попала под украинские санкции за поддержку российской военной операции и пропаганду путинского режима. В апреле 2023 года телеведущая и кинокритик Первого канала Екатерина Мцатуридзе сообщила, что Китаева стала советником, недавно назначенной директором Третьяковской галереи Елены Проничевой. СМИ тогда отмечали, что они обе не имеют искусствоведческого образования.